Значит, сегодня я хотел поговорить о Бахе Ибн Пакуде. Бахе Ибн Пакуда, про него мы очень мало знаем. Мы знаем, что он был судьей, мы знаем, что он жил, видимо, в XI веке, точные даты его жизни неизвестны, и мы знаем, что он жил в Испании. Это, собственно говоря, все, что мы о нем знаем. А при этом его книга, которая называется «Обязанности сердец», на иврит она переведена была одной из первых книг еврейской философии, если мы его относим к философам, Иуда и Бантибоном. И на иврите звучит название как «Ховот альвовот» – «Обязанности сердец». Не сердце даже, а сердец. Написал он эту книгу на арабском языке, как и все, почти все, что было написано в промежутке между X и XII веком, мы об этом говорили. Ну и решил я перейти от Саади к Бахе, потому что на самом деле у Бахи Ибн Пакуд есть очень много моментов, которые мы могли бы назвать заимствованием или тем, что он опирается на Саади у Гаона. Поэтому мы сегодня и несколько небольших текстов самого Саади почитаем и чуть-чуть почитаем текст Бахи Ибн Пакуды. К сожалению, перевод на русский язык не слишком удачный. Не потому что, может быть, на переводчик, а потому что было принято, видимо, когда-то решение делать сокращенный перевод, сокращенные переводы вот такого рода произведений, ну и вообще произведений философских – это самое худшее, что может быть, потому что на самом деле мысль при сокращении, нужно понять, что сокращать, да, то есть она, в общем-то, исчезает. Мы перестаем чувствовать фактуру того, о чем говорит автор. Это то, что произошло с этим переводом. Есть перевод в издательстве «Анана» – «Обязанности сердца», или «Обязанности сердца», не помню, как он называется. И он именно такой. Но, тем не менее, мы маленький кусочек из него прочитаем. Еще один момент, который я хотел отметить, это дело в том, что его называют «рабейну бахи» или «бехаи» по-разному произносятся его имя. А у нас есть еще один «рабейну бахи». И часто возникает путаница между этими двумя «рабейну бахи» и тот «рабейну бахи», и этот «рабейну бахи». Есть еще «рабейну бахи» Барашер, который написал, который жил в XIII веке, в начале XIV, и он написал такой своеобразный сборник «драшот», называется «кадгакэмах», «бочка с мукой». Он был учеником Нахманида, Рамбана, и это совершенно другой автор, в общем, со своим контекстом и со своими, как бы, идеями, которые, в общем, часто воспринимаются как комментатор писания, потому что этот сборник «драшот» можно действительно понять как комментарий к писанию. Поэтому, когда вы встречаете «рабейну бахи», такое словосочетание, то насторожитесь и попробуйте выяснить, о каком «рабейну бахи» идет речь, идет речь о том авторе, о котором мы сегодня будем говорить, или же речь идет о «рабейну бахи» и «барашине». Ну, хорошо, после этих предисловий давайте мы обратимся, собственно говоря, к писанию того, что мы имеем вот с этим произведением «Обязанности сердец». Это произведение, как я уже сказал, оно было одним из самых популярных в Средние века, по крайней мере, его количество рукописей, собственно говоря, количество рукописей часто свидетельствует как раз о популярности того или иного произведения, и популярность этого произведения, она просто зашкаливает. Ну, и в новое время, на самом деле, многие опираются на «рабейну бахи», многие, как бы, его упоминают. Сифрута Мусар, то есть этическая литература вся, она в каком смысле апеллирует к «рабейну бахи» как к такому предтече вообще направления этического еврейской мысли и так далее. Что это за произведение? Почему оно называется «Обязанности сердец»? Давайте мы по этому поводу просто попробуем прочесть несколько абзацев из введения об «Рабейну бахи» к своему произведению. Сейчас... это...